Там и монтажники, и высотники, да, и с высоты вам шлём привет. Туран устает. Идёт адреналин в кровь. Мы видим. В общем, снег пошёл сегодня. А давайте в кузов посмотрим, что там. Это просто какая-то жесть. Но мы команда. Зачем тебе мавка? Сижу, наблюдаю за процессом работы. Вот такая грязь. А объект крупный, к универсиаде. Мало ли чего, вдруг потеряется. Люди найдут, подскажут, куда идти. Вот видите? Дальше наступает глубокий сон. Сейчас едем на объект. Оказывается, ребята-то работают. Я думаю, они отдыхают. Всё самому проверять обязательно. Ребята, запомните. Полуобразную. И уголовная. Это 322-я, часть 3-я. Как утром неохота встала. Но, как говорится, кто рано встаёт, то, ну, Бог подаёт. День фасадчика уже был. Давайте посмотрим неделю фасадчика. Чем мы занимались? Мы работали. Вы не поверите. Но мы работали. Давайте смотрим. Пошагали. Как я люблю нашу стройку. Начало сезона прям такой возбуждающий. Холодок. Идёт адреналин в кровь. Шагаем. Палец не проходит, значит нормально. Должно одевать. Вот наклеили компанию ЛИС, чтобы у каждого сотрудника был опознавательный знак. Мало ли чего. Вдруг потеряется. Люди найдут, подскажут, куда идти. Так, согласовать отлив надо, да? Мы видим. Здесь, блядь, всё не очень. Ну и наш любимый Технониколь. Это не реклама, а просто по факту. Ну и здесь у нас передвижение, транспорт. Вот такой постройки у мастера участка. Так, ну что, ребятки, мы начинаем сезон строительный. Мы его открываем. У Ромы каска такая спонтанная получилась. Он стал боссом. В общем, снег пошёл сегодня. Сегодня работы приостановим. Но вчера было плюс 15, честно вам говорю. Поэтому мы технологию не нарушаем. Вот всё, что успели. А давайте в кузов посмотрим, что там. Конечно, в бизнесе очень важно уметь делегировать. Но мы команда. Когда Рома звонит и говорит, Саша, я не успеваю заявку сделать. Что я делаю? Я беру и выполняю функцию сам. Как хорошо, когда снабженец есть среди друзей. Считай, что в жизни повезло, проблем не будет в ней. И если инструмент какой, паба добился вдруг. Звони снабженцу. Вышли на демонтаж. Это просто какая-то жесть, ребята. Я давно такого не видел в своей строительной теме. Давайте посмотрим. Пошагали. О, там вообще жесть. Ну вот, два этажа здесь. Когда всё сломаете? Зачем тебе мавка? Там что, грязно? Конечно. Кстати, собачка там лает. Вот этот дом у соседа я делал 8 лет назад. Стоит. Посмотрите, всё хорошо. Здесь мы долбили проём сегодня. Давайте узнаем у ребят у наших. Что готовы, не готовы? О, не надо. Надо говорить, аллейку масло. А вот здесь уже заармировали. Не, просто кончики всегда сочиняют узлы и сами. Посмотрим, как они это сделают. Вот здесь, видите, расстояние 20 сантиметров, а надо полметра. Хотя из этого могут быть переходы. Для этого нужно обязательно внимательно смотреть. Неудобно наносить малкой работой. Ну и потом, получается, мы вам тоже расскажем отдельно о том, как мы делаем этот фасад. Сижу, наблюдаю за процессом работы. На работающих людей можно смотреть бесконечно. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Допуститры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Вот видите? Ну а сейчас у строителей какая схема? Заказчик предлагает квартиры, хочешь бери, хочешь не бери. Идем одну квартиру регистрируем, поэтому хочешь работай, хочешь не работай. Вот сейчас вот так, денег ни у кого нет, бортовные схемы. А объект крупный, к универсиаде, престижный. Только денег то нет. Подписались, зарегистрировали и все. Так как много работы, я иногда просто останавливаюсь в обочине и сплю 23 минуты. Почему именно 23 и не более? Потому что дальше наступает глубокий сон. Тогда уже потом себя будешь чувствовать как вареник. А 23 минуты ты просыпаешься и все бодряком. Приехал на объект, никого нет. Ребята отдыхают. Пойду посмотрю, как тут обстановка. Оказывается, ребята-то работают. Я думал, они отдыхают. Ты что делаешь, Зафаш? И два заклея. То есть наша задача сейчас втопить клей. Мы ее втираем. Сверху вниз или снизу вверх, неважно. Сейчас едем на объект. Стал остро вопрос о нужде. Я его никогда нигде не применял. Он в системе есть. И для чего он нужен, давайте разберемся. Попытаемся доказать заказчику, что он все-таки нам не нужен. Так, Кирилл рассказывай. С соколем что мы решили? С соколем мы решили не использовать его. Почему? Потому что нет необходимости. У нас соответственно стена прямая, ровная. Надо все самому проверять обязательно. Ребята, запомните. Нужно залазить на леса. Смотрите, как они шатаются. Так, ну что, ребята. Сейчас разбираемся с декоративными элементами. По простой схеме решили пойти. Будем мармировать и уголки ставить. Ты что, как бич выглядишь? Дольчик кабана. Где церезит? Вот такая реклама висит. Чтобы знали, что мы работаем. Звонили, обращались к нам. Смысл такой, что Нина поставила не там подпись. И в связи с этим появилось два направления. Это административное наказание. Штраф от двух до пяти тысяч рублей. И уголовная. Это 322 часть третья. Это такая специальная штука. Если у тебя с первыми проблемами. А вот это что за материал получается? Да, мало таких мастеров осталось, которые могут делать фальцевую кровлю. И куполообразную. И куполообразную. Все делают мягкую кровлю. Сначала черепицу. Ну вот время почти 9. И я поехал домой. Уже спать хочу. Засыпаю за рулем. Спасибо. Спасибо большое. Увидимся. Продолжение следует...